Прямо сядь и поговори маленько. Чего вы так себя поставили? Прямо беда какая. Увидишь, женщина у вас у всех головы кружится. Какие вы походливые. Всё, разделся, готовы, приходи. А где своя жена, заколым купленная? Нету. Ничего не слышно. У вас там отключён звук, наверное. Не слышно ничего, пожалуйста, подойдите ближе. Ну как, надо верить в то, что написано в Библии святой. Ходить в храм Божий православный. На исповедь к священникам прийти. Если достоин, допустят, прищащаться. И считать Слово Божие, чтобы ни одной заповеди не нарушить. Я вчера в Санкт-Петербурге. Так. Ты, а сколько тебе лет-то? Ты можешь печатать, на наш Ютуб зайти. Называется «Во свете Библии»? Не знаю. Не знаешь, да? Ну ладно. Если бы так-то мог записать и сказать своим, они бы могли посмотреть. Очень большой канал православный. Нам всегда было так. Делился мужик. Здравствуйте. Да что вы раздетые все? Я знаю, от чего вы упали. Упали от страха женской вони, которую они напустили здесь. А вы и голову потеряли. Уходите? Да. Молодцы. А у вас Евангелие дома есть? Что? Евангелие. Евангелие. Книга Евангелия. Есть Библия? Нет. Нету. Нету. А кто старше дома есть? Можешь позвать сюда поближе? Нету. Никого. Никого нет? А ты сам можешь напечатать, как наш называется, канал «Во свете Библии»? А вы когда... С праздником! Спаси Христос! С праздником вас! Спаси Христос! А вы давно на наш канал пришли? На наш канал пришли. Где-то месяца четыре. А как вы его нашли? А как вы его нашли? Ну, в Ютубе смотрел и наткнулся на ваш канал. Вот интересно смотрю периодически. Да. Ставлю лайки вам. Вот это да. Вот это да. Да. Как у вас погодка? Такая нормальная погода для наших, учитывая, что сегодня только Благовещение, а уже снег во многих местах ставил. Великий праздник. Да, это праздник большой. Начало всем праздникам. Всем праздникам. Вот. Дай Бог вам здоровья, долголетия, сил. Спасибо. Всего самого наилучшего. Вы молодец. Мне нравится то, что вы делаете, творите добро. Да, мы пришли с Евангелем, с Библией сюда, что это мрак. Тут что попало делают. Мужики голову потеряли, упали, голые лежат. Я говорю, у вас что, женская вонь сбила с пути. Они свалились, запах учуяли. А что же с ними случилось? Ну, как бывает так вот. Бегают иногда весной. Одна сучка, и за ней 40 кобелей. Запах. И вот на запах тут все мусульмане слетелись. Процентов 80. Ясненько. Понятно. Ну, рад был вас увидеть, услышать. У вас, может, какие-то свои есть вопросы? Да нет, как бы все ясно, понятно. Периодически смотрю вас, как нравится, чем занимаетесь. Ну, мы деревья православную строим. Здесь работаем. У нас очень большой YouTube. 14 700 роликов. Я видел, я видел. Я смотрю все периодически. Вот сегодня у нас были собрания, занятия с детьми. Занятия отдельно. Причищения. Вот такие большие темы. У вас сколько где-то сейчас? Да я сейчас и не считал, не знаю. Ну, может, 12. Может, 12. Угу. Понятненько. Ну, передавайте привет там всем. Ну, ладно, с Богом. Значит, если в скайпе зайти, Игнатий Лапкин, вы меня найдете. Там я один с этой фамилией. Да, да, да. С Богом. Счастливо. Понятно, что-то вы говорите. Я не могу слова понять. Далекого от микрофона, наверное. Когда ты был последний раз в церкви? В церкви? В церкви? Только что из церкви пришли. Только что. Я откуда знаю, почему. Вот вы в темноте. И все время пьют и едят. Голые, голые. Лежат вот так, как львы на добыче. Сейчас какая-то бабенка, так он прям схватит ее. Не, у меня девушка с древо сидит. Ну, зачем голые? Это ни в одном нигде нету. Это ни в Ютубе, нигде этого не потерпят. А здесь это все нормально. С того купляются, половые органы показывают. Я так и не занимаюсь. Ну, вы не занимаетесь. Так я не о вас и не говорю. Нет, ну что ли, да как бы, да, я с голым носом сижу, потому что жарко у нас очень. Это Содом и Гамора. Это внутри жар похоти горит. Похоть самцов на самок. Да не верю, что же. Ну что, я рассказываю то, что есть. Я не придумываю ничего. Как с ума сошли все, я говорю. Лежат. Прям валом мужики лежат. Это совершенно оглупели. Ничто так ум не отнимает, как разврат. Он проедает мозги. Они совершенно дурные. Даже не знают, о чем говорить. То ли накачаны наркотиками. Какие же наркотики? И главное, процентов 80 мусульмане. У них многоженство разрешается. Но вы-то православные. Зачем сюда залезли? Я? Мне скучно просто. Сегодня праздник большой. Благовещение Богородицы. Святой праздник. Большой. Я сегодня у прабабушки и их рождение праздник. Мы вот пришли сюда, чтобы людям помочь выбросить из этой ямы, из этой тьмы кромешной. Решили тут мы сойти, людям рассказать о Христе, о Его жертве. Тут как с ума сошли. Один блуд творят. Мужики половину почти брошенные, голые валяются. Никому не нужны. Так и да. От женской вони разум потеряли. Сегодня Благовещение. Такой праздник великий. Только и поговорить о Божественном. А никого нету. Как пустыня какая. Давайте поговорим. Поближе маленько к микрофону. И может вопросы какие будут у вас. У меня вопросов нет. Давайте. Вы расскажите что-нибудь интересное. Рассказать самое главное нужно. О любви Божией я вам расскажу. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного Иисуса Христа за наши грехи. На распятие. Чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Жизнь не заканчивается этой жизнью. Это только переход. Дальше начинается другая жизнь. А потом Христос придет воскресить всех мертвых. Будет страшный суд называется. Неподкупный. Это понятно все. Надо жить для Бога. Наверняка так и будет. Да. Не знаю просто. И вы не знаете кстати. Ну а кто когда не знает. И Христос говорит, что и Сын человеческий не знает. Ну да. Посмотрим. Что будет, то будет. Правильно? Ну что смотреть-то. Мы знаем. Мы на духовном уровне. Мы это видим уже. Хорошо, отец. Ты молодец. Чистое сердце. Уважаю. Блаженно, чистое сердце. Там ибо они Бога узрят. Так что в космос не надо летать. А надо на земле увидеть Христа. Да дело не в космосе. А то, говорит, Гагарин летал, Бога не нашел. Ему это в программу не ставилось. Искать Бога. Ну так-то да. Ладно. Мы не будем там разглагольствовать насчет этого. Мы сами не знаем. А вы православный? Да. А почему бреетесь? Потому что бреюсь. Отец, ты понимаешь, сейчас жизнь такая. Только не ругайтесь. Мы по-хорошему поговорим. Это не жизнь. Это внутри человека. Царство Божие есть или нет. Ну что, мне с бородой ходить на работу? Ну, бороду не может ее в кармане носить. Бог так сотворил. У мужчины борода, а у подкаблучника нету. Он на женщину похожий. Зачем вам это? Ну как я? Вот видишь, я не бритый. Да это щетина, это не борода. Это у нее название другое. Щетина свинящая. Отец, я на работу не могу ходить с такой бородой. Не правда это. У нас работают врачами в краевой больнице. Юристы. На разных должностях. Отец, вот смотри. Сейчас ты судишь меня. Я вам подсказываю, еще мне судить. Я подсказываю. Вы меня судите, отец. Сейчас. Ни за что. Я говорю, что мужчину Бог сотворил. Вы с этим согласились. А мужчина от женщин отличаются в первую очередь по виду. На всех иконах. Апостолы, пророки с бородами. Фридрих Энгерс. А мы грешные люди. Понимаешь? Ну, грешные-то грешные. Но нельзя же так. Ну, давай все с бородами будем ходить. Ну, еще. Ну, это ерунда полная. Как это ерунда? Все русские люди были с бородами. Это уж Петр Первый ввел эту пакость. Отец, я тебя поздравляю с праздником. Дай Бог тебе здоровья. Да. Всего хорошего. Я пойду дальше. Пока. Да. Ну, смотрите. А то можем встретиться в скайпе и поговорить. Ну, я как бы... Ну, не знаю. Не нуждайтесь. Проблем у меня много, но я не хочу. Это я слово «проблема» исключаю из лексикона. Нерешенный вопрос. Хорошо. Давай, удачи вам. С Богом. Мужик или женщина? Мужик. Непонятно даже. Без бороды и брови такие женские. Это как комплимент, да. Это мужчина? Да. Так, а чё ж ты так? Зачем же ты бороду бреешь? Исказил свой лихт. А вам Господь дал красивое лицо. И вы с бородой-то выглядели как бы мужчина, а так подкаблучник несчастный. Но, блин, у меня пока нет бороды. Она у вас есть, только вы ее бреете. Я ее отсюда вижу. Нет. Нет. Вот у меня здесь есть, а здесь нет. Нет. Сколько вам лет? Восемнадцать. А, восемнадцать? О, я подумал, больше. Тогда, может быть, еще и нету. Слава Аллаху. Слава Иисусу Христу. Аллах. Что, дед? Ниоткуда, где я вчера был, там и сегодня. Почему ты крытишься, а нигде работаешь? Где? Вы бы спросили, где я нахожусь, тогда бы я ответил. А откуда? Я не откуда, я дома сижу. Дед, где ты находишься? Я нахожусь в городе Барнауль, Алтайский край. О, это далековато от нас. Может быть, далеко. Но любовь Божия объединяет. Любовь Божия объединяет. Написано, как хорошо и приятно быть братьям вместе. Дед, дед, можно у тебя спросить? Ну да, только голову покажи сначала. Я не люблю разговаривать с тенью. Голову подними выше, чтобы видно было. Повыше, еще, еще выше. Вы спрячетесь. А, нет, только один череп, видать. А с черепом я не разговариваю, я не Макарий Великий. Нет, ты не Макарий Великий. Ну, поднимитесь выше-то, что вы прячетесь? От алиментов прячетесь или от чего? Нет, блядь, хорошее, подожди. Ну, поднимись выше, никого я не вижу-то. Что вы такие трусливые-то? Я рядом с ним. Собственно, те не боятесь. Поднимись выше. Поднимись. Нет, вопрос, вы? Нет, я не принимаю оттеней. Поднимись выше. Я говорю, выйдите повыше, чтобы голову видно было. Я буду отвечать вам. Еще перепуганные такие. Поднимись выше. Дед, дед. Мы какой нации? Русские православные христиане. Город Барнаул. Игнатий Лапкин. Да, и у меня родители все там в Барнауле. А я армянин. Ну, так вы знаете, что сегодня праздник Благовещения? Нет, не знал. Я только что от тебя слышал. Сегодня праздник Благовещения Пресвятой Деве Марии. Архангел Гавриил возвестил, что она будет матерью Иисуса. Понятно, понятно. Армяне, это не мусульмане. Армяне, это христиане. Нет, нет, мы христиане. Да как так? Мы христиане, да. Мы христиане. Армяне христиане. Я знаю. У вас есть город Ереван. Там мои книги. Мои книги находятся. Игнатий Лапкин. 38 томов. Это в Вене написали. У вас в библиотеке в Ереване. Да, да. Это в Вене написали? Я написал. Мои книги. 38 томов. О жизни. О Боге. О вечности. О нашей миссионерской поездке. Что деревню православную строим. Там тысячи вопросов отвечаются. Я вел занятия в пяти университетах. И три радиопрограммы. И было много вопросов. Очень рад был познакомиться. Если вы хотите, можете зайти на ютуб. Во свете библии. У нас канал большой. Канал. Во свете библии. Живем в городе Барнаул. Алтайский край. Игнатий Лапкин. Алтайский край, да? Да. Хорошо. Вы что-то опять провалились. А вас не видно. Маленько отодвиньтесь. И кверху. Вот так. Вот так. Мы проповедники православные. Пришли людям рассказать, что так жить, как в рулетке, нельзя. Здесь один блуд. Как будто Содом и Гоморра. Чем вы занимаетесь здесь? Мужчины как с ума сошли. Голые падают. А сегодня праздник большой. Благовещение при Святой Богородице, при Снодеве Марии. Мы в храм ходили сегодня. Многие причащались. Потому что Христос умер за нас. Умер за нас. И воскрес для нашего оправдания. Надо веровать в Господа. Сегодня день воскрес. Да? Да. Вы какую книгу-то считаете Библию, нет? Коран. 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 Ну, что ж Коран. Коран тоже покажем вам. Считай. А, Коран, да, да. Считай. Да, да, да. Я это арабский не знаю. А, вот это оно. Зря вас обзывают чурками. Ничего не знаете. Надо знать. Надо душу спасать. А вы только за бабами гоняетесь тут. Как жеребцы пришли сюда. Голые мужики валяются. Я не голый. Ну, ты молодец. Ты молодец. Да, только не... Чтобы не ругаться. Так, у вас вопросы ко мне есть какие, нет? Нет, давай. Давай прощайся. С Богом.